Что же делать? Чего у тебя там стряслось? Да забыла пароль от аккаунта, теперь не знаю как войти. Может такой? Тоже не то. У тебя еще не бойся один пароль на все аккаунты. Ну вот еще. Я изучила сотни статей про безопасность. Пароли везде разные. Придумали бы уже какую-нибудь систему, чтобы не надо было ломать голову над паролем, запоминать его постоянно. Придумали уже. Ученые предлагают вместо паролей использовать штрих-код. Это как в магазине что ли? А как же входить на сайт с помощью этого штрих-кода? Смотри рубрику iNews и все поймешь. Постоянно забываете пароли к аккаунтам в соцсетях? Теперь это перестает быть проблемой. Ученые предлагают заменить пароли на штрих-коды. Для того, чтобы войти на сайт, где вы зарегистрированы, вам не нужно вбивать логин и пароль. Планируется, что данные будут храниться в памяти мобильного телефона. Пользователю достаточно сфотографировать двухмерный штрих-код на камеру мобильника, после чего установленная на телефоне программа расшифрует данные и посредством мобильного интернета обменяется информацией с сервером, на который пользователь хочет войти. После подтверждения информации юзер может смело заходить на сайт. Правда, во всем высокотехнологичном изобретении есть одна заминка. На случай утери телефона все те же ученые предлагают установить пароль на доступ к приложению с регистрационными данными. Хотите всегда быть на связи? Нет ничего проще. Теперь уведомления о получении новых писем на электронную почту могут приходить не только на сотовый телефон или прочие возможные гаджеты. Ученые порадовали новым изобретением – футболкой, которая способна сообщать своему владельцу о том, что его почтовый ящик пополнился еще одним письмом и даже показывать, сколько именно писем пришло. Принцип работы этого предмета одежды состоит в том, что футболка с помощью пары светодиодов, токопроводящей нити, связывается по Bluetooth с телефоном на базе Android, который, в свою очередь, имеет доступ к электронному ящику пользователя. Правда, пока это изобретение не оснастили возможностью отвечать на письма и создавать новые сообщения. Интернет-зависимости нет. Власти Южной Кореи намерены бороться с этим недугом современности. Правительство страны готовит программу по борьбе с интернет-зависимостью среди взрослых, подростков и дошкольников, в рамках которой будут подготовлены 4000 психологов. С зависимостью от сети страдает каждый 11-корейский юзер. А вот у соседа этой страны, Северной Кореи, ситуация совершенно иная. В КНДР вообще трудно получить доступ к интернету. В стране есть только интернет, то есть внутренняя сеть, через которую можно получить доступ к глобальной паутине. Одна маленькая проблема – интернет контролирует власти Пхеньяна.